Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Телефоны прямого эфира, как всегда, 672-12-939, 672-13-939, номер ватсапа 230-6191. Пожалуйста, звоните и пишите вопросы, задавайте нашему гостю, реплики оставляйте. Мы вас представили как бывшего министра сообщения, как бывшего временного руководителя муниципального транспортного предприятия Рига Сатексмы. Вы сейчас не работаете в госуправлении, насколько известно. А чем вы занимаетесь? Я сейчас работаю в частном секторе, руковожу советом одного предприятия. Имеет ли это отношение к транспорту? Нет, не имеет, работаем по инвестиционным проектам, но дальше, конечно, частный сектор, дальше рассказывать, но... Все понятно, да. Ну, то есть, как-то ваш опыт, получается, в сфере транспорта, в сфере вот сообщения, он не используется сейчас? Не получается ли это как-то несправедливо? Ну, конечно, есть и предложения в сфере транспорта, я их рассматриваю, и всего возможно, чтобы вернусь как-то в сферу транспорта. Ну, я смотрю больше на частный сектор или общественный сектор, то есть, на данный момент политик или государственные предприятия, или государственные утверждения для меня, ну, пока не актуальны. Вы не разочаровались в государственном секторе, в муниципальном секторе? Да нет, почему? Всегда можно делать и другое, понимаете, нельзя все время, большинство моей рабочей жизни связано с государственными учреждениями, то есть, ну, надо и поработать в других сферах, и, как сказать, накопить больше опыта для того, чтобы можно было, ну, видеть картину шире. Ну, какой-то шок не случился от того, что вы перешли, все-таки система госуправления муниципального, это одна система, частное предпринимательство, совершенно другая сфера, не было такого порога дискомфорта? Вообще нет, 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 ну, другие принципы работы, другие, это все понятно, как сказать, работать я привык, то есть, нет проблем, нет проблем по этому, так что никакого шока не было, просто это немножко по-другому. Ну, есть свои плюсы, есть свои минусы, но и частный сектор должен развиваться, мы знаем, что работников не хватает, то есть, в государственном секторе очень много, ну, все говорят, что чиновников слишком много, то есть, надо поработать в экономике, надо, как сказать, зарабатывать деньги для того, чтобы можно было платить заработную плату учителям, там, пенсионерам и так далее. То есть, кому-то надо тоже зарабатывать, не только тратить. Но ваши знания в госуправлении пригодились? Конечно, 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 опыт, навыки, конечно, пригодились, это очень хороший опыт, я думаю, что, ну, поработав в частном секторе, можно и набрать опыт с другой стороны, и тогда, конечно, это большой такой багаж для будущего. Ну, все-таки тогда о, наверное, сферах прошлого вашего влияния, наверное, может быть, давайте начнем с моста. Вот, что вы думаете о нем? Дегловский мост, который сейчас, как притчево языцах, у всех, и у всех на устах сейчас. Сейчас, как вам кажется, вот, я понимаю, что это не было, не было напрямую сфера вашей компетенции, но, тем не менее, все-таки, вот, что вы думаете, стоило ли закрывать вот такие действия производить, как министр внутренних дел? Главное, что я вижу здесь, чтобы не повторилась вторая золотутская трагедия, то есть, надо было все экспертизы сделать, ну, когда оказывалось, что там повреждены конструкции, то надо было сделать все экспертизы, и тогда решить, но решить не политикам, а решить, ну, строительным экспертом, специалистам. То есть, все экспертизы сделать, и тогда решить, безопасен он или нет. Если есть какой-то риск, конечно, надо было закрыть, и это надо было закрывать, и я думаю, что Рижская дума тоже закрыла бы, если там было бы каких-то рисков, потому что кто-то за это будет отвечать, да, потом, если что-то, не дай бог, случится. То есть, если там рисков нет, то, конечно, этот мост надо открывать и пользоваться, потому что проблема с Витземской стороны, въехать в Ригу, это большая проблема, сегодня тоже утром к вам ехал, два раза дольше, чем обычно, да, то есть, Брасос мост тоже закрыт, да, то есть, Даглова мост закрыт, да, то есть, и остальные тогда везде большие пробки, даже с самого утра, то есть, ну, тогда надо было подумать временно открыть Брасос мост для того, чтобы, возможно, поток был, ну, организован как-то так, потому что, ну, если две важные артерии закрыты, то, конечно, для жителей это не очень удобно. Ну, а разве не проводились экспертизы? Ведь проводились экспертизы и говорили о том, что мосты в плохом состоянии, и, как нам говорили специалисты, в принципе, которые приходили сюда в студию, что и Брасовский не лучше. Да, я видел тоже фотографии, были в интернете вчера под другим мостом, и Заметана, и Брасовский мост, и Воздушный мост, да, все они, но это то, что мы видим, ну, как сказать, визуально, да, но там надо какие-то, я не знаю, там, образцы там или пробы делать, чтобы, ну, обеспечить то, что мост безопасен, то есть, если, ну, как скажешь, стукатурка от стены отвалилась, это не означает, что дом развалится, то есть, надо экспертам смотреть эти конструкции, безопасны ли они, и это надо делать по возможности быстрее, потому что этот хаос транспортный в столице, это, ну, это неправильно. Ну, как вы думаете, сейчас уже, когда было принято министром внутренних дел это решение, и в пятницу, и в четверг, насколько мы знаем, несколько экспертиз проводилось, насколько теперь он принял решение, сказал, что мост небезопасен, и теперь, как бы, идти назад, получается, что он наступает, сможет он переступить, ну, и себя в том числе, для того, чтобы сказать, что все-таки, да. Ну, и потом это ошибка, в общем-то. Я думаю, что главное – это оценка экспертов. Если бюро по надзору строительства скажет, что вот, я верю, или мы верим этим экспертным, ну, как сказать, заключениям, то нет никакого смысла и нет никакого основания там закрывать, потому что, ну, это, конечно, тогда мы можем все мосты, как вы говорите, все мосты, и воздушный мост, и земетаномост, знаем, что там ограничения скорости, там, 30, там, ямы большие, но конструкции тоже там повреждены визуально, мы не знаем, что там внутри. Сейчас еще нагрузка увеличилась. Да, закрывать можно тогда, когда есть основания это делать, и основания не политические, а технические. Ну, вот в четверг, в пятницу сделали еще одну экспертизу, ее отправили в Госбюро по строительству. Сколько они будут принимать решения? Сегодня уже вторник, ну, вот несколько дней на рассмотрение у них было. Это как, вот, по вашему опыту, сколько может длиться? Это экстраординарная ситуация, это надо сделать очень быстро. Это нельзя тянуть там неделями или месяцами, да, это надо делать очень быстро. Я надеюсь, что это будет и сделано. Если там какие-то дополнительные шаги необходимо предпринимать, не знаю, там, укреплять что-то или тогда, конечно, это долгосрочный проект, тогда надо там строить что-то и делать. Но если конструкция, экспертиза конструкции, которая сделана безопасно, то я не вижу никакого основания держать дольше его закрытым, этого моста. Как так вот может получиться, вот, может быть, как специалист, скажите, что к ремонтам моста приступают, скажем, не получив такую экспертизу, достаточно углубленную тогда получается? Знаете, в Латвии мы в свое время, когда был министром, проводили экспертизу мостов в стране. В всей стране, да. Если не ошибаюсь, там где-то 700 мостов было в аварийном состоянии. То есть около половины. Тогда, если бы мы всех их закрыли, то сообщение остановилось вообще в нашей стране. И, конечно, необходим план, как эти все мосты привести в порядок. То же самое относится в Риге. Конечно, нельзя. Даже если будет, я не знаю, 5 миллиардов евро, это нельзя сделать за один год или за один месяц. Потому что мы видим, что случается, если закрывает один мост, что случается, если параллельно закрывает другой и так далее. Это надо планировать и делать, ну, как сказать, в плановом порядке. То есть необходимо финансирование, необходимо делать. Что касается Даглановского моста, то оказалась эта проблема тогда, когда снесли, там были склады или что-то внизу, да. Тогда только оказалось, что эти столбы, на которых держится мост, да, повреждены визуально. Ну, конечно, тогда экспертиза, что там внутри и так далее. То есть я считаю, что, конечно, надо смотреть на все мосты. И мосты, которые на балансе самоуправления, и мосты, которые на балансе государства. И планировать, как их возобновить и реконструировать. Как вы думаете, с доверием у нас все в порядке? Если во вторник министр внутренних дел сообщает о том, что мост опасен, надо срочно закрывать на нем движение. Делают это только в четверг. И до четверга я сама в среду проезжала через мост. И задумалась о том, что, значит, люди не верят, не доверяют так правительству. Ведь нам вчера сказали, что мост опасен, но все равно мы все через него едем. И знаем, что его завтра перекроют, потому что он опасен, но сегодня... Ну, понимаете, сказать, что мост опасен или не опасен, закрывать там в среду, в четверг, в пятницу, в любой день, это не политический, но технический вопрос. То есть если эксперты говорят, что он может развалиться, то необходимо незаметительно сразу закрывать и все. И чтобы не случилось, не дай бог, какой-то трагедии. Мы уже видели, что случилось с Максимой в золотую. То есть таких трагедий допустить нельзя. Если там есть основания, что безопасность угрожает, то надо сразу закрывать. И это не политический, но технический вопрос. А вот из тех мостов, которые вы сказали, что проводилась экспертиза всех мостов в Латвии, да, и вы сказали, что половина в аварийном состоянии, правильно я поняла, да? Аварийное состояние, но не угрожающее обрушением там или чем? Ну, конечно, такие, которые небезопасны, то есть те, конечно, закрываются, да, и в государственной сети, обычно это маленькие мосты, да. Но если конструкции повреждены, как это в ситуации с Даглавским мостом, но он безопасен, то он, конечно, эксплуатируется и там, ну, делается все, чтобы его сохранить. Но капитальный ремонт требуется более чем 700 мостов в государственной сети дорог. Как быстро его можно провести? Это зависит от финансирования. Я думаю, это, конечно, вопрос трех-пяти лет. Вы же знаете, какое у нас финансирование? Ну, я слышал, что дороги нет и не будет приоритетной в этом правительстве, то есть, ну, наверное, три года ничего не случится. Ну, и тогда будем смотреть, потому что я понимаю, что, ну, читал интервью министра, что главное это человек, но, как сказать, инфраструктура и дороги это не приоритет этого государства. Но вы не согласны с этим? Ну, конечно, как мы можем реализовать региональную реформу, как мы можем реализовать реформу медицинского обслуживания, как мы можем реализовать реформу школ, если нет дороги, если нельзя попасть в эти школы или в эти больницы или конкретно в центр самоуправления. То есть, это должна идти параллельно, реформа региональная с созданием или улучшением дорожной инфраструктуры. Ну, как-то же попадают люди, то есть, они ездили до сих пор, ну, и будут как-нибудь добираться. То есть, раньше, ну, если маленькие самоуправления, то там 10-15 километров, но сейчас мы видим, что 50 километров надо будет или больше даже добираться до центра самоуправления, то есть, если объединит самоуправление. И это, конечно, большая проблема, если человек каждый день должен ехать в школу или в больницу, необходимость срочно добраться, то это невозможно. И мы очень хорошо знаем, что случается осенью и весной, когда все грантовые дороги в очень плохом состоянии. Мы же это видим каждый год, ничего не нового. В прошлом году даже закрывали, да, из-за того, что сняли. Да не в каждом, в каждом году закрывают, в каждом году массовые ограничения устанавливают, в каждом году. В каждом. И если ничего не делать и сделать вот эту реформу, я не знаю, как люди будут попасть туда, куда им необходимо. Тем более, что реформа, в общем-то, достаточно в сжатые сроки анонсируется, что она должна пройти уже. Да, я думаю, реформа нужна, но ее надо делать комплексно. То есть, ну, не только объединить школы или объединить больницы, или объединить самоуправление, но надо делать комплексно для человека. Если этого правительства человек главный, то надо это делать для человека, который живет в отдаленном селу где-то, да, чтобы он мог попасть и пользоваться теми услугами, которые предоставляют самоуправление. У нас в студии Анри Исматис, бывший министр сообщения и бывший временный руководитель муниципального транспортного предприятия Рига Сатексме. Звоните 672-12-939, 672-13-939. И пишите в WhatsApp 230-6191. Надевайте наушники, пожалуйста. Здравствуйте, слушаем вас. Пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Димыч, меня зовут. Вот я господину Маркесу отвечу на один вопрос. На вопрос, когда будут у нас отремонтированы мосты. Ответ очень простой – никогда. Это я мостовик, и я знаю это совершенно точно. И по поводу региональной реформы… Ну почему тогда? Интересно же, скажите. А? Ну раз вы профессионал, скажите, почему? А потому что это требует больших затрат материальных, то есть в смысле финансовых. И, разумеется, материальных. А так как выделяется на мосты, там, по-моему, не больше ста, даже миллионов нету, там, какие-то несколько десятков миллионов, но посчитайте сами. Семьсот мостов умножьте на то, сколько надо, посчитайте, когда это будет. Но реально это будет никогда. Да. А второе по поводу реформы. Все реформы надо начинать снизу, а не сверху. Все реформы у нас идут сверху. Придумала вот региональное управление, да, реформу. Вместо того, чтобы начинать с людьми говорить, которые находятся внизу, в регионах, и спрашивать, как вам удобнее объединиться или разъединиться. Они свое придумали и теперь двигают. Это то же самое, что было раньше. Если это будет продолжаться, никогда конца не будет этому. Все. Спасибо, да. Ну, так, справедливости ради, Юрий Спуц обещал, что проедет по всем самоуправлениям, переговорит со всеми. И это реформа, которая сейчас представлена, карта, вернее, она не истина в последний раз. Да, и что касается мостов, то, конечно, без финансирования их отремонтировать невозможно. И мы знаем, сколько стоит, например, ремонт Брасовского места, если не ошибаюсь, это было 12 миллионов, да, только один мост, да, умножить это на 700, то получается там. Да, уже какой-то процент. Это небольшой мост, Брасовский мост, да, Главский мост гораздо больше и гораздо дороже стоит, то есть, мы видим, что ремонт происходит на Салу мосту, тоже, да, островном мосту, то есть, необходимо ремонтировать и Вантовский мост, так все мосты, если в Риге смотреть, но в государстве это 700. Ну, если говорить не только о мостах, а вообще о дорогах, вот в этом году очень много критики в адрес Рижской думы о состоянии дорог в Риге, но вам тоже не привыкать выслушивать критику, скажем, со стороны всех, да, по поводу состояния дорог вообще в целом в Латвии. Как вы думаете, вот эта история, она отдельно от мостов существует или это все, скажем так, части одной истории? Ну, что касается Рижского самоправления, то, конечно, дороги показывают, сколько финансирования на Рижскую инфраструктуру и на содержание дорог выделяется Рижской думой. То есть, если в государстве, это от государственного бюджета и фондов где-то 300 миллионов или только бюджета около 200 миллионов в год, то в Риге это на содержание дорог 20 миллионов. И, конечно, это отражается на фактической ситуации. То есть, за такие деньги содержать дороги в нормальном состоянии невозможно. То есть, тогда и в самоправлении надо пересмотреть приоритеты, чтобы хотя бы главные дороги привести в порядок. Мы посмотрим, например, улицу Чака. Ну, страшное дело. И не только таких, очень много, которые главные. Я не говорю о маленьких дорогах или маленьких улицах. Но, конечно, тут тоже без финансирования это сделать нельзя. И это, конечно, надо решить политически. Будем датировать Рига Сатекс, или будем датировать ремонт дорог, или будем датировать социальные проекты. Это, конечно, политический вопрос. Если мы говорим о правительстве, то правительство заявило, что приоритет человек, то есть, образование, здравоохранение и так далее, то в Рижской самоуправлении тоже социальные вопросы, приоритет. Тогда не надо жаловаться на то, что дороги нет, мосты разваливаются и так далее. Тогда это нормально. Потому что без финансирования сделать это невозможно. Но человек как приоритет – это очень широкое понятие. Потому что дороги – это тоже человек. Дороги – это бетон. По поводу, мнению политиков, это бетон. И в бетон инвестировать не надо. То есть, это то, что сейчас говорится. Но мы посмотрим. А как же скорая помощь, которая по этому бетону должна добраться? Или пожарной, или еще кто-то? Ну, увидим, что через 2-3 года что будет. Потому что, если не инвестировать в бетон, то человек придвижаться может только пешком. И то затруднительно. Что тогда должно случиться? Я не знаю, какие страшные ситуации для того, чтобы это тоже стало как-то, я не знаю, приоритетом. Ну да. Так что надо смотреть комплексно. Конечно, человек приоритет, но надо смотреть и элементарные необходимости, и нужды. Может быть, можно приостановить строительство концертных залов или других спортивных сооружений. Но минимальную инфраструктуру для того, чтобы услуги для общества, то есть, дороги, здравоохранения, чтобы обеспечить, чтобы дети могли идти в школу и попасть в школу нормально и так далее. Это необходимо. Да, у нас звонки. Пожалуйста, надевайте наушники. Андрей Сматис у нас в студии. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А вот я хотел просто прокомментировать насчет финансирования ситуации. Ну, если на уровне государства мы не умеем строить там бизнес, ну, транзитный, банковский, еще какой-нибудь, то давайте хотя бы три года не закупать этот военный металлолом, и нам должно хватить и на мосты, и на большинство дорог. Вот как-то так. Спасибо. Первое, что всегда высказывают наши слушатели, это бюджет оборонный. Ну, это, конечно, наше обязательство. 2% внутреннего валового продукта, который необходимо, ну, как сказать, обеспечить для оборонных нужд. И это, конечно, наше обязательство, которое должны исполнять. Ну, почему мы должны исполнять? Ну, вот как раз недавно был отчет о том, сколько стран выполняют и сколько нет. Латвия была в числе отличниц всех стран, которые исполняют. Большинство стран не достигают вот этих 2% от МВП, ничего с ними не происходит. Мы не можем сравнить, там, Германию с Латвией по поводу рисков, да. Ну, там и дороги в порядке. По поводу обороны и по поводу объема, да. Если там, например, я не знаю, 1, чем-то процентов, да, то это общая сумма в денежных понятиях гораздо... Ну, огромная сумма, то есть, да. Но я не думаю, что оборонный бюджет – это решение проблем дорожных, да. Я думаю, есть очень много вопросов и очень много проектов, которые можно было, можно отложить для того, чтобы обеспечить элементарную инфраструктуру. Но я хочу сказать, что дороги около половины, ну, треть финансируется еврофондами. И мы знаем, что этот год последний. Да. То есть, мы не знаем, что будет в 2021, 2022 и так далее, но до 2022 года это последний. То есть, спад финансирования, как минимум 100 миллионов – это 5 рижских бюджетов на дорогу, на государственную дорожную сеть. Это такая ситуация будет с следующего года, и там ничего не будет. То есть, два года мы не будем, по сути дела, ничего особо ремонтировать? Реконстрировать – нет, только ремонтировать ямы и так далее. А оборонный бюджет можно как-то использовать на дороге, ну, вот для той же инфраструктуры, чтобы там передвигались те же там военные, удобнее, не знаю, до куда-то доезжать, и таким образом и на дороге выделить? Ну, на инфраструктуру можно, но это надо научательно, ну, это должно быть связано с инфраструктурой, если там, не знаю, а даже там база большая, да, там необходимо укрепить дороги или укрепить мосты, да. Это, конечно, тогда можно делать, да, но я не знаю, в других местах, где это не связано напрямую. Раньше, вспомним, да, было бы насчет оборонного бюджета, было бы построены там спортивные залы в школах, да, но это очень трудно так, ну, определить на сторону обороны. То есть, ну, есть много резервов, это 2% внутреннего ВЛО продукта, но есть еще больше возможностей, где можно экономить. Да, ну, вы сказали, привели пример концертный зал, там, допустим, спортивные сооружения, наверное, вы имели в виду, может, Венсполс, да, эти? Ну, нельзя в каждом городе строить концертный зал и там большие спортивные халы, если там происходит мероприятие, там, скажем, не знаю, 2-3 мероприятия в месяц, да, ее охранять, отоплять, содержать. Нерентабельно. Это стоит очень много, да. Я не говорю о конкретных проектов, я не говорю о Венсполсбе, но вообще. Ну, к примеру, да. Если мы смотрим, сколько построено таких сооружений, где происходит мероприятие, там, пару раз в месяц, да, то, ну, видим, что эти деньги, ну, как сказать, инвестирование неправильное. Но они уже построены. Ну, содержать их надо все-таки. По поводу закупок, я звонок, быстро спрошу, по поводу закупок, еще когда вы были министром, 2014 год, по-моему, начиналась закупка дизель-поездов, тогда их было 20, и до сих пор вот мы чуть-чуть укнулись, вернулись на 5 лет назад, когда опять оспорили, опять те же фирмы звучат, и опять мы без поездов. Ну, насчет поездов, это был тот конкурс, который еще в мое время был объявлен, прошло 5 лет, и конкурс не завершен. Я не знаю, как это закончится, но это страшно смотреть, что все меня критикуют, что не закупили поезда, но прошло 5 лет, и ничего не изменилось. И никто не закупил поезда. И все равно. А что это за бесконечная история такая? Ну, все-таки, ну как, ну там сейчас я понимаю, что оспаривают результаты. Да, это понятно, в очередной раз. Один договор запретили заключить, другим запретили заключить, ну там еще два претендента, ну тогда... Ну, в чем вы видите главную причину? Ведь все страны вокруг уже закупили, и два раза закупили, а Эстония, да. Еще и дешевле, чем мы. Проблем там много, я думаю, что, наверное, главная проблема, что, наверное, и ошибка в том, что это не только закупка поездов, но постройка депо, резервные части на 30 лет и все остальное, это очень дорого получается. Если в Эстонии поезда закупили, не знаю, 7-8 лет назад за около 80 миллионов, да, то в мое время 150 миллионов казалось очень большой суммой, и этот конкурс был переостановлен, да, потому что только один претендент был, то сейчас мы слышим, что это 250 миллионов. Ну, очень богатая страна, мы можем позволить, наверное. Закупить поезда в 5 раз дороже, чем в Эстонии. Надевайте наушники, еще звонки, пожалуйста. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. На самом деле, вот, достаточно давно уже, да, пока господин Матис придет, потому что политик, ну, человек, который большой политический опыт имеет, и в разных интересных ситуациях бывал, в том числе и с закупками. Господин Матис, один комментарий, один вопрос. Первый комментарий. Когда наши политики говорят, сколько процентов от ВВП на что-то тратится, давайте, правды ради, все-таки будем говорить. В данном случае я вас не критикую, но просто это было бы достаточно, в принципе, правильно. Говорить не процент от ВВП, а если вы говорите процент от ВВП, говорите сразу параллельно, какой это процент от бюджета. Потому что это разные цифры, все-таки. Ну, вот, видите, да, у нас бюджет государства не равняется нашему ВВП. Это первая вещь. По поводу вопроса, господин Матис, скажите, пожалуйста, почему у нас так плохо развита такая вещь, которая у многих стран Европы на самом деле развита, это как частная инфраструктура. Частные дороги, частные мосты, это уже десятилетиями работает. В чем проблема, с вашей точки зрения. Спасибо, хорошего дня. Да, спасибо. Ну, первый комментарий, конечно, около треть внутреннего ВВП продукта переделивается налогами. То есть, ну, это если 2% ВВП, то от бюджета это 6%. Ну, так, грубо говоря. Что касается частной инфраструктуры, то, ну, мы тоже рассматривали свое время, как это можно, можно ли и стоит ли и так далее. Есть только пару мест в Латвии, где интенситет транспортных средств такой, что оплачивают. Ну, есть смысл этого делать. То есть, это улица Красто, да, и это, насколько, это рижская окружная дорога, да, где большой интенситет. По-другим, ну, там экономического основания никакого, да, то есть, делать, ну, как в Польше, например, частные автобаны, да, там интенситет большой. И, конечно, для такой ситуации необходимы объездные дороги. То есть, так же, как в Польше построили автобан, но старые дороги остались, и если люди не хотят платить, они могут пользоваться той инфраструктурой, которая бесплатная. То есть, надо параллельно это делать. Нельзя просто с Иголское шоссе, например, поставить там будки и собирать деньги, как люди туда попадут. Так нельзя делать. Про Ригас Сатекс, вот вы много уже говорили о том, почему вы ушли, но все-таки была ли какая-то самая последняя капля в вашем решении и какая? Ну, я не хочу много об этом говорить. Много не надо. Это нет, это нет, там нет одной или другого или третьего фактора. Ну, сначала вы пытались что-то делать, но потом все-таки озвучили решение уйти. Там очень много факторов, которые суммируются, да, и почему такое решение было принято. Одним словом можете назвать? Ну, главное это, что если хочется, если желаешь что-то сделать, тебе необходима команда и поддержка всех структур, в том числе Рижской думы, в том числе комитетов, в том числе департаментов и так далее. И в последнее время этой поддержки не было. И один человек не может это все сделать, и это главная причина, почему. Тоже в правлении, да, там поменялось правление, да. Ну, одного человека я знаю из этого правления нового, да, Мейран, с которым я работал раньше в Министерстве экономики, да, и знаю, и составляю. Ну, других я не знаю. Необходима команда, чтобы что-то сделать. Один не игрок, да. Почему вы не нашли поддержки, как вам кажется? Ну, это трудно сказать. Ну, конечно, мы видим, что там было очень много вопросов, которые, ну, может быть, ну, как вы говорите, ну, непопулярны. Шли вразрез с интересами чьими-то? Я не думаю, что интересы, ну, которые непопулярны, которые, ну, ну, как-то конфликтируют, ну, ну, с какими-то прежними решениями, которые, ну, как-то затрягивают какие-то интересы, может быть, даже и политические интересы, да. То есть, ну, такие вопросы, и, конечно, решение меры Риги кандидировать в европарламентских выборах, это тоже вопрос, ну, перед выборами. Какие-то такие, ну, не очень хорошие вещи, да, это обычно, ну, это может повредить, ну, то есть, ну, много факторов, да. Но решение мэра баллотироваться, оно же было, по-моему, принято после того, как вы... Нет, это было за неделю и две перед. То есть, это тоже повлияло на решение? Конечно, это много факторов. Тут не один фактор, и тут не так, как говорится, эмоционально и так далее. Там очень много факторов, там, ну, что повлияло на это решение. Но я считаю, что Рига, Сатекс, мы очень хорошее предприятие, что, возможно, много чего там сделать. И не только, ну, в таком виде, как она сейчас есть, но я вижу там и возможность пригородных рейсов, я вижу там возможность, не знаю, поездового сообщения с Болдера, я вижу возможность парк-энд-райд вопроса и так далее. Но есть очень много, много... Если мы видим, говорим о пассажир-вилценте, если эти поезда не будут закуплены, то будет конкурс на предоставление услуг по перевозке пассажиров поездом. То есть, не будет больше пассажир-вилценте, там будут участвовать эстонские компании, там, литовские компании, может быть, польские или немецкие, да. Почему не Рига, Сатекс, да? Это тоже возможно, потому что мы видим, что сейчас рижане платят очень много за дотацию Рига, Сатекс, но если предоставлять новые услуги и расширять деятельность компании, то, возможно, рижане будут платить гораздо меньше и услуги будут гораздо лучше, да. Мы во всех городах, ну, в Стокгольм или в Берлине, да, то есть, пригородные поезда, все это одна компания, это одна система, то есть, С-Бан, У-Бан, автобусы, все, все, ну, как сказать, объединено. Это можно сделать, и это предприятие можно, это очень сильное предприятие, и там только, ну, конечно, эти скандалы, которые были, они решатся, но это все можно сделать, и тогда мы все будем гордиться такой компанией, как Рига, Сатекс. Есть еще звонок, пожалуйста, слышим вас. Пожалуйста, здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Дмитрий Мак, вот ручка у вас есть, записывайте то, что платит водитель. Значит, первая регистрация машины, транспортный налог, ДАБАС-ресурс налог, ЦСДД, страховка, акциз, виньет. Нет, это только вот, я там 5-6 пунктов перечислил, я думаю, что дальше еще можно перечислять, то каких там 700 миллионов, я думаю, там миллиарды, то, что платим мы, сколько нас автоводителей. Дальше Ланге сидел на вашем месте, говорит, миллион стоит сделать хорошую дорогу с бордюрчиком, вот нам скажет, Наталья подтвердит мои слова. Так где эти деньги? И второй вопрос, что у нас со строителями дорог? Вот Краста, рядом с ЦСДД, окружная дорога, Макусальское кольцо, строители вообще не работают. Техника стоит, в 6 часов вечера техника уже не работает, выходные не работают. Но дороже же, наверное, чтобы техника простаивала, чем рабочие работали. Это я вам говорю, как в частном бизнесе сам работают. Спасибо. Да, спасибо большое за вопрос. Что касается налогов, то я очень хорошо знаю, сколько водителей платит налоги, и акцизные налоги, и все ежегодные налоги и так далее. Но с этого меньше, чем половина только поступает на дорогу. То есть, если все эти налоги бы поступили на дорогу, то, конечно, все было бы решено. Что касается миллиона за километр, это правда, но это правда для постройки новой дороги, совершенно новой. То есть, реконструкция дороги стоит, ну, 300 тысяч, капитальная реконструкция, 300 тысяч за километр. То есть, в мое время была начата вот эта реконструкция, упрощенная реконструкция, которая стоила в три раза меньше. То есть, мы можем за те деньги, те же самые деньги сделать в три раза больше. И это было сделано, ну, посмотрите, на главные дороги все, в принципе, построены. Остались там только некоторые, ну, там, Сыгутское шоссе и так далее. Так что, возможно. Что касается вопросов, ну, организации работы на дорогах, да, или ремонта, да. Ну, мне трудно сказать, конечно, есть какие-то условия конкурса, по которым, ну, принимаются предложения. То есть, если строитель там обещал за, скажем, 10 миллионов за два года, и другой обещал за 12 миллионов за год, то есть, выиграл самые дешевые предложения. То есть, два года. Но, зато два миллиона дешевле. Там надо посчитать, что, в принципе, более выгодно. Может быть, можно за 15 миллионов, но за полгода сделать, да. То есть, больше людей, больше техники, быстрее сделать работы. То есть, тут, ну, как сказать, надо смотреть хозяйственно к этому вопросу. Не только финансирование и цена работы, но и хозяйственно. Но смотреть на то, чтобы комплексно этот вопрос был рассмотрен. Не только там, самая дешевая цена, а может быть, за 5 миллионов и 5 лет, да, там, можно ковыряться на этой дороге, да. То есть, это условия конкурса. Еще последний звонок на эту программу. Пожалуйста, здравствуйте. Господин Матис, ну, вот цифры, вы сразу сказали, меньше половины. Восьмая часть, по самым грубым подсчетам, от сборов идет на дороге. И вот про цифры же я хотел у вас спросить. Вот смотрите, человек по мостам сказал, не будет мостов никогда. Он не преувеличил. У нас и Берзачи, и Ланги говорят, что надо по миллиарду, минимум, в год на дороге, плюс 10 миллиардов недофинансирования. Вот прикидывайте, по миллиарду в год и плюс 10 миллиардов, это значит 10 лет, как минимум, по 2 миллиарда, чтобы только выйти на тот уровень, который был. То есть, близко этого нет. А теперешний министр, значит, озвучил, что дефицит недофинансирования 4 миллиарда. Вот вы с цифрами, или вы не в курсе, некомпетентны, и вы, и он, или вы просто обманываете нас, просто в наглую. Спасибо. В мое время было подсчитано, что это было 4,5 миллиардов. Ну, сейчас, наверное, накопилось немножко больше дефицит, я говорю. Ну, может быть, около 5 миллиардов сейчас, да. Что касается общего бюджета, то он около 8 миллиардов, вообще государственный бюджет. Если одну восьмую часть на дороге, то что будет там на другие приоритеты. Конечно, это надо постепенно делать, постепенно возобновлять дорожный фонд. И, конечно, идеально было бы, если можно было бы, ну, как минимум, 500 миллионов каждый год. Да, то есть, тогда уже можно было бы как-то, ну, улучшать ситуацию. Не только сохранять статус-кво, как он сейчас, да, но улучшать ситуацию. То есть, нет таких цифр, как 10 миллиардов, таких нет. 4,5 было, в мое время сейчас около 5. Но много чего сделано, то есть, ну, в принципе, эта сумма не увеличивается сейчас. Но, конечно, если финансирование снизится, то сумма увеличится, потому что реконструкция не будет проводиться. Спасибо. Будем заканчивать. Текст-министр сообщения, бывший временный руководитель муниципального транспортного предприятия Рига Сатекс, Мандрис Матис, был у нас в студии. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания.